По мнению азербайджанского аналитика, каждый дипломат знает, что псы армянской диаспоры в США в Конгрессе и Сенате заклюют их и они могут остаться без работы. Руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов констатирует, что при всей противоречивости позиции России, Москва в своих дипломатических маневрах открыто заявляет, что Карабах — это Азербайджан. Заявление Лаврова и при чем тут США? После откровений Лаврова, в армянских пабликах развернулась острая дискуссия с оскорблениями в адрес Лаврова и Пашиняна. Но что самое интересное, если в расслабленном состоянии армянские эксперты, эк-каналы и политики рассуждают о праве на самоопределение, то как только обозначается, что Карабах — это Азербайджан. Истерики вспоминают, что было присоединение к Армении, подтверждая агрессивную сущность армянского государства. По теме мотивов Лаврова и раздраженности руководства России высказался уважаемый админ Ададака, популярно азербайджанского телеграм-канала. Если коротко, то если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, что Москве в этом не нравится. Я только хотел бы отметить, что при всей противоречивости позиции России, Москва в своих дипломатических маневрах открыто заявляет, что Карабах — это Азербайджан, посол России посещает Шушу, ясно, что. Намерение России оставить тему статуса будущим поколением является провокационным и неприемлемым, однако маневр же есть, поэтому Россия на шаг впереди относительно США, Франции, ЕС и она на земле. А что Запад? США, ЕС? Ни одного четкого заявления о принадлежности Карабаха Азербайджану. Послы США и Франции не едут в Шушу. Президент Франции вообще открыто враждует с Азербайджаном. Где маневры, где дипломатия? Американцы плетутся за французами, хотя могли бы выразиться по выступлению Макрона, что оно не к месту, поэтому США остались вне процесса после 44-х дневной войны, страх перед мениндесами, шифами и прочей мразью в Конгрессе и Сенате США не позволяет США быть проактивными, каждый дипломат знает, что псы армянской диаспоры в США в Конгрессе и Сенате заклюют их и они могут остаться без работы, как это случилось с Метью Брайза. Поэтому американцам не стоит удивляться, если и сейчас они останутся вне игры или да будет не так, как они задумали, американские дипломаты каждый раз говорят, что они поддерживают страны региона, терцейл и суверенитет, но действуют только тогда, когда это касается Армении, но не Азербайджана. Что стоит тому же Блинкену, Донфрид, Рикеру отметить, что территория Карабаха является признанной территорией Азербайджана, и право и безопасность всего населения региона, как азербайджанского, так и армянского является важной для США, поверьте, это будет ясным и откровенным месседжем. Тем самым США восстановят свои позиции в Азербайджане и поддержат Пашиняна в Армении. Но для этого нужна воля, чего мы не наблюдаем. Пока не будет этого, переговорная платформа США будет только добавочной, альтернативой или, если хотите, раздражителем основной площадки.